Всем привет! Если у вас есть старый телефон, который уже сломан совершенно и ни на что не годен, не спешите его выкидывать, потому что с него можно вытянуть что-нибудь интересное. Например, дисплей, который можно применить потом в своих поделках, в каких-то проектах и очень интересных вещах. О том, как подключать дисплей от мобильных телефонов, я смотрел в другом видео. Ссылочка на него будет в описании. А сейчас давайте попробуем на базе дисплей от мобильного телефона создать небольшие часы с температурой и датой. Поехали! Итак, вот дисплей от мобильного телефона. Также нам еще понадобится Arduino. Я использовал Arduino Pro Mini. Также заметьте, что если вы хотите подключать дисплей напрямую к Arduino, то вам нужно покупать Arduino, который работает на 3,3 вольта. Если поищите в сети, то есть такие, которые работают от 5 вольт, а есть такие, которые работают от 3,3 вольт. У них разные напряжения на контактах. Поэтому, будьте внимательны, дисплей может принимать только 3,3 вольта максимум. Если вы возьмете 5-ти вольтовую Arduino, вы просто сожжете дисплей. Поэтому, Arduino, который работает от 3,3 вольт, также датчик температуры DHT22, я буду использовать именно его, потому что он более точный, чем DHT11, хоть и немножко дороже. А также, часы реального времени DS1307. Я его уже немножко эти часы модифицировал, как вы видите, я отпаял сам держатель батарейки для того, чтобы сделать его более плоским, более тонким. Потому что, вместе с батарейками, вместе с держателем, он был более толстым. И вот, вывел некоторые контакты, которые мы потом будем подключать. Я уже к дисплею подключил Arduino. Давайте попробуем сейчас посмотреть на это все дело поближе. Итак, как вы видите, здесь у меня довольно-таки много разных проводов выведено. Я паял очень тонкими проводами и скажу, что это не совсем простая работа подпаяться к гребенке дисплея, но вполне возможно. Если аккуратно все делать, то все возможно сделать. В описании я дам полностью схему, куда, что и как подключается и какие варианты есть подключения в зависимости от библиотеки, которую будете использовать. Итак, что мы сюда еще прикрепим? Мы поставим еще часы реального времени с батареечкой и также установим датчик DHT22. Он будет немножко в стороне для того, чтобы вылавливать температуру и влажность. Также мы еще сделаем здесь, поставлю я транзистор для управления мощностью подсветки, то есть яркостью подсветки дисплея для того, чтобы днем, когда светло, дисплей светился намного ярче, а когда темно, когда света нет, чтобы дисплей светился на минимальной яркости, для того, чтобы было комфортно глазам, комфортно зрение и можно было легко и все удобно смотреть. Я буду использовать вот такой вот фоторезистор и, считывая с него значение, мы будем получать уровень освещенности и таким образом будем регулировать яркость нашего дисплея. Давайте приступим к дальнейшей сборке. Итак, давайте посмотрим, что получилось. вот у нас подключены часы реального времени по линии I2C, то есть две линии у нас подключены питание, плюс 3.3 и ground, можно и плюс 5 подавать, и две линии SDA и SCL. На Arduino Pro Mini они подключаются к вот этим двум выводам. На Arduino Uno SDA подключаются к аналоговому входу A4, а SCL подключаются к аналоговому входу A5. Вот нас батареечка закреплена и здесь вот подключен сам датчик освещенности и фоторезистор, ему подключен резистор на 10 кОм. Сам резистор, который улавливает освещение подключен к плюсу, резистор к 10 кОм к минусу, а центральная точка у нас подключена к аналоговому входу A2. И таким образом мы измеряем здесь какое у нас освещение. На 10-ом пине мы генерируем шим и через резистор в 1 кОм подаем сигнал на транзистор немножко плохо видно засвечивает подаем сигнал на транзистор и таким образом регулируем яркостью подсветки нашего дисплея. И здесь также на проводах подключен датчик температуры и влажности DHT22. Вот такая вот вещь получилась. Вот так это все выглядит с обратной стороны. Очень тонкое. Все очень-очень тоненькое. Ну, если не считать батарейку и гребенку, то высота получилась очень маленькая. Ну, конечно, еще двухсторонний скотч. У меня он толстый, он как пенка. Я именно его решил использовать или тонкий двухсторонний скотч. Давайте мы сейчас пройдемся по скетчу и посмотрим, что у нас там и как. Итак, смотрим наш скетч. В самом начале подключается библиотека UTFT. Дальше идут две библиотеки, которые у нас нужны для подключения часов измерения температуры и влажности. Подключаем внешний шрифт и также два рисунка. Файлы шрифта и рисунков должны быть вместе со скетчем в одной папке либо же в сам скетч вставленный вот эта вот программа данные должны были вставлены в сам скетч. Я сделал отдельным файлом, так удобней. Вот эти два файлика горизонтал и вертикал это сегменты цифр. То есть для того, чтобы можно было этими сегментами сымитировать, написать цифры вот такие вот две картинки. Ну и сам шрифт. Скажу, что шрифт занимает очень много места. Мне пришлось вручную создавать один шрифт при помощи вот этих двух картинок и один шрифт пришлось урезать сильно для того, чтобы это все дело влезло в ардуино про мини, точнее, в атмегу 328, хотя там места очень много, но шрифты и картинки съедают очень много места. Проще это было бы программно написать и у вас много места осталось. Ладно, идем дальше. Инициализация часов, подключение датчика температуры и влажности к 12-му пину DHT22 у нас, инициализация UTFT, не смотрите на то, что у меня здесь такая нестандартная инициализация, у меня просто правленная библиотека, потому что в этом дисплее стоит такой контроллер, который не захотел работать на стандартных библиотеках. И здесь такая специальная библиотека, она подредактирована очень сильно, и именно на этой библиотеке этот дисплей у меня заработал. Благодарность форуму arduino.ru, огромнейшая благодарность пользователям слайдер Krog 19 и Digger 67 за помощь в подключении вот этого дисплея. Особенно благодарный слайдеру за то, что помог с библиотекой, потому что я без него неделю мучился, у меня ни одна библиотека не хотела работать. Идем дальше, стартуем DHT, определение разных переменных, секунды, предыдущие секунды, пик, это у нас считают секунды через один, минуты, предыдущие минуты, температура, это, кстати, ненужные переменные, думал их использовать, но не надо их. Также перемены для подсчета, переменные расположения по иксу и игреку основных цифр, цифр времени, которые занимают почти весь дисплей. Также вот эти вот переменные ABCD и так далее, это переменные, которые отвечают за конкретный сегмент семисегментного индикатора, то есть каждая переменная отвечает за то, будет ли это определенный сегмент включен или не будет включен. Вот так у меня прописано выводить значок градусов Цельсия, а вот так у меня прописано выводить надпись процентов влажности. Но у меня правильное, все будет в описании, при необходимости используйте. Яркость начальные значения, пин, который управляет за яркость и переменная, в которой считывается значение освещенности. Идем дальше. В сетапе мы определяем пины на управление яркостью. Это, кстати, команда не обязательно, она осталась у него предыдущего скетча, но пускай висит. Инициализируем дисплей, очищаем его, инициализируем DHD сенсор, датчик температуры и влажности, часы, это, кстати, тоже осталось мусор. от предыдущих значений и все отредактировал. И задаем положение по XU и Y вывода цифр. В самой программе, она здесь у меня немножко такая немаленькая, я постараюсь быстро описать. Считываем значения с аналогового датчика, то есть с датчика освещенности, какая-то текущая освещенность сейчас. Все это переводим при помощи map, приводим к значению для шима и записываем в виде яркости для дисплея. Считываем значения текущей даты и времени, узнаем секунды вот такой вот командой и смотрим, если секунды изменились, то есть если секунда прошла, то есть 1, 2, 3 и так далее, сохраняем предыдущее значение, пик меняем на противоположный для того, чтобы менять цвет, то есть в зависимости от того, пик будет какой, false или true, то цвет у нас будет либо яркий, либо черный. И рисуем две точки, две точки между часами и минутами, то есть они у нас просто мигают, две точки, включаются и выключаются. То есть вот это вот небольшая такая цена для того, чтобы мигание двумя точками. Дальше идет функция, которая определяет раз в минуту. Если минуты изменились, то мы прописываем часы и прописываем минуты. Здесь я писал свои функции по прописыванию часов и минут. Мы к ним немножко ниже перейдем. И дальше раз в минуту тоже определенного цвета выводим внизу дату текущую в виде двух цифр дней, двух цифр месяца и год. Перейдем к вот этой функции DrawTime. Вот она. Она принимает значения времени, которое пересылается и XY, по которому нужно это все прописать. В эти две переменные мы считываем старшее значение цифры и младшее. То есть, например, если у нас время 12.45 и мы пересылали сюда час 12, то в H записывается единичка от 12, а в LOW записывается двоечка. Если у нас, например, будет 3 часа, то будет здесь 0, а здесь будет 3. Вызывается функция определения цифры старшей и пересылается старшее значение. Вот эта функция. И здесь просто определяется, какие сегменты из семисегментного индикатора, то есть, семисегментные цифры будут прописываться, а какие нет. То есть, вы видите, да, 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 а последняя нет. Это у нас будет 0, так выглядит. Единичка у нас только будут две палочки, вот одна и вторая они будут прописаны. И так далее. определение всех семисегментов. После того, как они определились, какие будут, то есть, в зависимости от цифры, какое значение у них будет, то вызывается функция прорисовки цифры. И здесь, в зависимости от того, какой сегмент рисовать или не рисовать, то он будет либо прорисовываться, либо наоборот закрашиваться. И так дальше идет эта функция. И так же прописывается здесь младшая цифра. вот эта функция для вывода значений текущих температуры и влажности. Мы раз, так как у меня задержка 150 миллисекунд, примерно раз в две с половиной секунды считываем значение влажности и температуры. Устанавливаем шрифт, в котором это все будет писаться, цвет и пишем температуру. И так же после температуры вот в этой переменной находится значение буквы градус Цельсия. После этого опять же цвет устанавливаем, выводим влажность и пишем процент и буковку H. давайте мы теперь посмотрим, как это все выглядит в реальности, вживую. Вот такие вот часики получились. Я, конечно, не дизайнер. Если кому-то не нравится, пожалуйста, вы можете переделать. Получается, вот эти цифры 19, 59 это не шрифт, а это автоматом прорисовывается просто вот эти квадратики, полосочки вертикальные и горизонтальные в зависимости от того, где их нужно рисовать, где не нужно рисовать. Давайте попробую затенить датчик освещенности и яркость дисплея упала. Убрал, яркость поднялась. Вот такие вот часики. Осталось их только засунуть в корпус и повесить на свое место. Ну, получится прикольно. вот что в итоге получилось. Мне, к сожалению, пришлось отключить свет, иначе засвечивался дисплей. Вот работает наша ардуино. Я ее сейчас подключил напрямую, потому что прошивку обновлял. все это закроется крышечкой, отдельно подключится питание, и все, и все будет отлично работать. Как видите, время показывает, температура, влажность, дата, все есть. Конечно, немножко некошерно выглядит этот датчик, прилепленный сбоку, но как лучше сделать, я не знаю. С этой стороны его некуда было вставить, потому что дисплей довольно-таки далеко уходит, примерно до вот сюда, и здесь место остается столько же, сколько и с этой стороны, поэтому разницы особо не было, куда его цеплять. Ну, я вставил с этой стороны. Конечно, если бы датчик был бы черный, то это выглядело бы немножко получше. Вот такая вот вещица получилась. теперь отдельно мы его повешаем, отдельно подключим к нему питание, и все. Я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные, подписывайтесь на канал, всем пока!